Свинья с человеческой ДНК Друзья, это совершенно нормальное явление в нашей жизни. Ученые это не отрицают, ученые, наоборот, этим занимаются. И как я вам говорила два ролика назад на эту тему, что американские ученые вывели свиней, у которых течет человеческая кровь. Но это как раз говорит о том, что органы не нужно будет брать у человека, а можно будет брать у свиньи. Вероятно, так хотят сказать нам ученые, но на самом деле, что хотят нам сказать ученые, друзья, мы никогда не узнаем, потому что это секреты, думаю, о которых они сами не знают. Каждый из ученых работает в своей области, и только в своей области конкретной они специалисты. Что же касается, в общем, глобального понимания свинья-человек, то здесь, я думаю, редко кто может понять и разобраться, если только не конспирологи, которые, в принципе, видят такие проблемы издалека. А вот ученые, они всегда, знаете, как муравьишки, в свой муравейник закапываются и видят только ту дорогу, по которой им положено идти. Ученые скрестили человека и свинью. Или наоборот, из человека вывели свинью. Я бы сказала это так, но как на самом деле должны сказать нам ученые. Генетики научились выращивать органы для пересадки людям в организме свиньи. И, как говорят некоторые, что и то, и другое абсолютно неправда. Так вот, чтобы было правдой, необходимо, чтобы ученые нам рассказывали эту правду. В конце января научный журнал «Сель» напечатал статью молекулярного биолога Хуана Карлоса из Писо Бельмонте, которая руководит лабораторией в Калифорнийском институте Солка США. И 38 его соавторов. Статья рассказывает, как ученым удалось создать жизнеспособные эмбрионы. Состоящие из смеси свиных и человеческих клеток. Это, конечно, ужасно, друзья. Но это с этической и моральной точки зрения нашего человеческого сознания. Но вполне возможно, что наше человеческое сознание, оно еще примитивно. Мы не видим наверняка проблему шире, глубже, глобальнее. Но кто они? Эти существа. Нам говорят, что им не дали родиться этим существам. Ну, это такие химеры. Но, извините, мы знаем химер, которые сидят на соборе Парижской Богоматери и на других соборах, которые относятся к прошлой цивилизации. Я имею в виду соборы. Так вот там химеры с телами льва, орлиные крылья, козлиные копыта, змеиное жало. И даже лет 20 назад выводили люди мышь с человеческой ушной раковиной на спине. Но это шутят, вероятно, биологи. Существа из лаборатории Бельмонте вряд ли имели шанс хоть кого-нибудь удивить. После рождения они выглядели бы самыми обычными поросятами. Я, конечно, не думаю, что это были бы самые обычные поросята. Нам их просто не показали. А то, что якобы их уничтожили, это, я думаю, тоже неправда. Зачем выводить, чтобы тут же уничтожить? Надо же посмотреть, что из этого получилось. Думаю, что так оно и было. Только от людей это скрывают. Некоторые клетки их тела содержат чистую человеческую ДНК. А значит, эти поросята выгодно бы отличались от других поросят. Это, конечно, эксперименты, которые уже привели человечество в тупик. Конечно, очень много выведенных химер, о чем нам говорят, триндят просторы интернета. Однако же человечеству не показывают этих химер. Единственное, что мы можем только предполагать, что в ближайшее время их выпустят на просторы. Иногда в лесах Сибири, Севера, Юга появляются такие химеры. И нам рассказывают, что это снежный человек или какие-нибудь суперсверхлюди или существа. Как говорят ученые, у человека 40 триллионов клеток. И примерно столько же у свиньи. Поэтому в теории свинья химера могла бы стать родителем человеческому младенцу. Врачи видят в свиньях не потенциальных родственников, а потенциальных доноров для трансплантации их органов людям. Только в США за год пересаживают 27 тысяч почек легких, сердец, кишечников. И во всех 27 тысячах случаев хирурги имеют дело с органами живых или мертвых людей. Но кто в здравом уме решится попросить, чтобы ему на место собственного отказывающего сердца пересадили взятые у свиньи, когда процедура с обычным человеческим отлажена? Те, до кого не дойдет очередь на пересадку, записаны в США в так называемый лист ожидания. По статистике примерно 22 из них умрут сегодня, столько же завтра, столько же в ближайшие дни, не дождавшись своей трансплантации. Но мы с вами, друзья, говорили уже давно. И в нескольких роликах я это повторяла, что существует создание органов через 3D-систему. И так же создают человека. Однако же это тоже не афишируется, потому что легче вот так экспериментировать с людьми, а приживется ли у них свиное сердце. Смешно ведь, да? Я думаю, биологи, генетики, евгеники, они смеются над человеком. Человек это всего лишь биологический материал. Нам с вами не хочется быть биологическим материалом, но, знаете, наша природа человеческая, она такова, что не может сопротивляться тому, что сверху приказывают или рекламируют. Это тоже приказ. Реклама – это своего рода приказ. Об этом мы с вами поговорим. Интереснейшая тема, которую мы с вами сейчас обозначим, а завтра блогеры подхватят и без меня будут ее раскручивать. Но это тоже суть человеческого понимания нашего мира. Доноров людей слишком мало. И дело даже не в том, что добровольцы – большая редкость. Всего 3 человека из 1000, так приводит британский журнал New Scientist, умирают в обстоятельствах, которые делают их органы годными для пересадки. Цифры, очевидно, меняются от страны к стране. Они зависят и от того, как быстро приезжает скорая на место ДТП или чего-то еще. Знаете, это бывает и перестрелка, это бывают разные ситуации, когда человек вдруг погибает. Но есть еще, друзья, в этих случаях и важный компонент или важный фактор. Это жесткие правила совместимости. У человека 4 группы крови. Если человеку с одной группой крови перелить другую, человек умирает. А вот почему? На мой взгляд и, скажем, на взгляд людей, которые начинают изучать эти вопросы, групп крови уже гораздо больше. Их когда-то, вероятно, было 4, но теперь их гораздо больше. Тоже тема очень важная для понимания. И поэтому совместимость разных групп, она тоже является важным фактором при пересадке органов, при переливании крови. И нужно ли ее переливать кровь? Это тоже вопрос. Животные доноры могли бы внести в этот хаос немного предсказуемости. Так считают, опять-таки, ученые. Французский хирург Матье Жабуль пробовал вшивать безнадежным больным почки, козы, овец, обезьян. И как нам говорят, что это было давно, и это все неправда. А вот через полвека, то есть в наше время, начали этим заниматься. Друзья, очень даже все было хорошо тогда, в те годы. Но тогда, именно в те годы, в начале 20 века, начали выводить совершенно невероятных химер. В это время генетики-евгеники решили схватить Бога за бороду и управлять всеми процессами. Клетки, которые находятся в нашем теле, они и есть наши, собственно, клетки, которые тело человека не будет отторгать. То есть это то, что мы сами из себя представляем. Если выращивать животное, которое имеет клетки человеческие, ну, скажем, та же самая свинья, она имеет клетки с сердцем, почки, да, это будет, если ей влить кровь человеческую, она будет иметь органы, которые может не отторгнуть тело человека. Но зачем это нужно нам, людям, когда это можно делать через, опять-таки, 3D-систему, то есть просто репродукцию, производить репродукцию человека. Но репродукцию, если мы производим репродукцию человека, мы производим новую особь, такую же живую, как мы сами. И с таким же мозгом, между прочим, с такими же мыслями, с такими же думами. Нам хоть и говорят, что это не так. Вот посмотрите фильм «Остров». Если вы видели фильм «Остров», там как раз показано, что производили биологических клонов известных людей, которые могли заплатить за свое клонирование большие деньги. И потом эти клоны, оказалось, что они живые, они с таким же умом живым, умеющие думать. И как обидно им умирать, когда они понимают, что они просто лишь замена. Здесь тоже морально-этическая форма, она должна держать человека в руках. То есть не давать. А, собственно говоря, друзья, ну почему я так думаю, да, давать, не давать? В конце концов, мы с вами можем многого не понимать. Мы просто идем по течению, которое нам обозначают наши правители. Правители, которые стоят наверху. Нет, не те, не президенты, не чиновники, они никто. Они такие же марионетки, как и все мы внизу находящиеся. Их, как правители, нельзя воспринимать. Но есть люди над нами, небожители. Это сущности с более подвижным умом, с более... Ну, если вы видели фильм «Люси», там как раз показан процесс, когда человеку включают его мозг, его компьютер, через какие-то химические добавки. Мы не знаем, что это за добавки. Мы видим, что добавки усиливают работу нашего мозга. Или, наоборот, снимают блоки нашего мозга. Вы представляете, если бы мы все были такими умными, как Люси в конце жизни? Конечно, над нами не было бы никаких правителей, не было бы никаких мафий, не было бы коррупции, не было бы той глупости, в которую нас вгоняют наши горе-руководители. Ученые также пытаются скрестить двух эмбрионов. Ну да, вот когда они находятся еще в сосуде живом, они скрещивают. Это можно скрестить эмбрион человека с эмбрионом мыши. Конечно, это не очень приятно, но, вероятно, для ученых это важно. Они маньяки, на мой взгляд. У них повернуты мозги на этом. Разве это изучение? Мне кажется, они движутся не по правильному пути, но это мое лишь только личное мнение, а у них другое. Вот у них есть мысли добавить в зародыш чужой биоматериал, когда его клетки уже разделяются на два сорта. На стадии блатацисты. Зародыш. Что у мыши, что у человека представляет собой полый шар с небольшой порцией клеток, запертой внутри. Только этой внутренней порцией предстоит стать будущими легкими, печенью, почками, мозгом, кожей и другими деталями взрослого организма, а вся внешняя превратится в плаценту, который не переживет роды. Биологи предпочитают внедрять чужие клетки именно в этой стадии. Нельзя сказать, что этот сценарий в чистом виде открывал захватывающие возможности для трансплантологов. Необходимость в донорских органах возникает обычно позже, когда человек из возраста зародыша уже вышел. Конечно, ученые изначально задавались такими вопросами. Можно ли так скомбинировать зародыши разных видов, например, крысы и мыши? Ну, или другое, да, о чем я говорила это. Возможно, льва и человека тоже можно. И кто вырастает? А вырастает химера. Да, друзья, нам говорили, что не скрещивается. Однако, все скрещивается. И опять-таки, мы не знаем, чем занимаются наши ученые, а вот американские ученые публикуют свои результаты. И как раз эти методы, они публикуют и рассказывают, как у них это все проходит. В России, ну, я думаю, что в России все очень продвинуто вперед, с одной стороны, а с другой стороны, что все это настолько засекречено, что мы этого не знаем, никогда не узнаем, потому что масса человеческого биоматериала, который населяет территорию России, она, по мнению руководителей, не достойна вообще ничего знать. Люди у нас необразованные и неграмотные, и очень примитивные. Но это, по мнению Грефа и руководителей Курчатовского института. Хотя, некоторым образом брали скрещивать свинью и крысу, и у некоторых это не получилось. Ну да, свинья и крыса, это, конечно, далекие якобы два варианта. На мой взгляд, это может получиться. Но у них это якобы не получилось, потому что свинья большая, крыса маленькая. Но ведь, друзья, и у крысы также биологический материал очень схож с человеческим биологическим материалом. Между прочим, на мой взгляд, крыса – это искусственно выведенное существо, которое вложили клетки человеческого мозга. Я могу в этом ошибаться. Но, как вы помните, в 70-х годах, в 90-х годах ходили различные слухи о том, что в московском метро наблюдается огромное количество громадных крыс, почти таких, как человек, ну, в полчеловеческого роста, да, как маленький ребенок. Эти крысы невероятно умны. И что они не просто сами по себе откуда-то взялись, а у них есть дом, куда они уходят. Каждое утро, каждый день они находятся где-то в своих клетках и откуда их на ночь выпускают. Таким образом, они, эти крысы, были охранниками в метро, не пускали туда чужих людей. То есть, людей, которые бы хотели, скажем, пробраться, когда уже не ходят поезда, пробраться и найти лабораторий, которые выпускают, в данном случае, крыс-химер. Полукрыса – получеловек. И вот тогда выпускаются на ночь охранники, охранники-крысы, которые понимают и знают, что это их роль охранять. А если еще учесть, что такие крысы ростом с полчеловека могут быть чипированы, то есть, выполнять четкие команды, а эти чипы подключены к общему компьютеру, за которым сидит человек, отдающий команды, он просто на видеокамерах отслеживает все движения крыс и то, кто попадается им навстречу. Тогда понятно, что происходит в данном случае. Иногда вы, друзья, слышали о том, что взрывается метро. Но это было и в Советском Союзе, как вы помните, это бывает и в некоторых других местах. И что если предположить, что просто кто-то взрывает чьи-то лаборатории? Это тоже может быть. Итак, лаборатории с крысами взрываются, которые ведут своими ходами в секретные бункера. Бункера, которые из Кремля, допустим, ведут в ту же самую Жуковку, да, это Рублево-Успенское шоссе. Бункера, которые ведут к какой-то даче, скажем, генсека. И вот туда выпускают не людей с автоматами, а именно крыс. На какое-то время крысы выпускаются из своих клеток в бункера, и они самые надежные охранники в этих бункерах. По свистку эти крысы снова бегут в свои клетки, их запирают, и тогда могут уже ходить поезда, могут проезжать автомобили. Вы знаете ведь, да, что иногда кортеж с президентом ездит под землей, а не на земле. На земле выпускается его двойник, его замена. То есть кортежная замена. Это не значит, что там сидит двойник, скажем, президента. Нет, просто кортежная замена. Точно такой же кортеж идет по земле. А внутри, под землей, нет смысла пускать такой кортеж. Там просто идет пара, тройка, максимум четыре машины, которые идут от виллы. Ну, скажем, к примеру, да, Новогорёва идут до Кремля. Это самый лучший, самый надежный способ передвижения, когда тебе уже ничто не грозит, когда только крысы в клетках могут тебя там наблюдать. Ну, иногда бывает еще кое-что в этих клетках, но в данном случае я говорю, это как свою фантазию, друзья, а не как научное открытие. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан. А вы поразмышляете на эту тему? Может быть, это не такая уж и фантазия.